государствами в своем составе с регионами о том, кто какие вопросы решает. Это и есть тема сферы полномочий федерального центра и субъектов. Итак, смотрите. Вот есть какой-нибудь вопрос. Например, горит лес на территории республики Татарстан и республики Башкортостан. Кто должен за него отвечать? Два этих региона, Россия в целом или никто? И у нас есть несколько вариантов ответа. Федеральный центр, все вместе или только регион? Что делает только федеральный центр, не спрашивая ничего у других регионов? Он, федеральный центр, все, что связано со словом федеральный, решает федерация. Принятие изменения федеральной конституции, федеральных законов, контроль за их соблюдением. Федеративное устройство территории Российской Федерации. Установление федеральной системы органов законодательно-исполнительно-судебной власти. Что же делают совместно? То есть, в каких случаях Москва, как столица России, должна спрашивать отдельные регионы, что они делают совместное ведение, за чем они ведают совместно. Обеспечение соответствия Конституции и законов Конституции России. Обеспечение законности и правопорядка, общественной безопасности. То есть, помогать, соблюдать и требовать исполнения законов России должны регионы тоже. Установление общих принципов организации системы органов госвласти. Для всей сферы политики ключевой формулировкой является обеспечение. Только не обеспечение, ребят. Как говорили у нас на юрфаке, проверочное слово печень. Правильное произношение слова обеспечение. Ударение вот на эту е. Можно запомнить следующим образом. Федеральный центр главный. Он дает распоряжение. А субъекты, то есть регионы России, их исполняют, то есть обеспечивают проведение. Продолжаем. Что делает федеральный центр самостоятельно, единоналично? Регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина. А в совместном виде находится защита прав и свобод человека и гражданина. То есть, защищать права и свободы может и Чечня, и Калининградская область. Но вот устанавливать новые правила может только федерация в целом. Гражданство Российской Федерации, разумеется, находится в ведении исключительно России. Напоминаю, есть три способа ответственности за вопрос. Только федерация, совместно и только регион. Вот три способа ведения. У нас в Конституции перечислено, за какие вопросы отвечает только федерация, за какие вопросы они отвечают совместно, а все остальные, которые не поименованы в Конституции, относятся на откуп региону. Движемся дальше. В экономике. Федеральная собственность и управление, установление правовых основ единого рынка и так далее. Вы все это можете прочитать, главное запомните логику. Еще раз, возникает какой-то вопрос на территории Казани. Я повторюсь, в чем особенность-то, в чем сложность? Вот еще раз, раскрутить это в голове. Россия это федерация, а значит у нас есть государство в государстве. Вот так вот, как собираемся, вот иголка в яйце, яйцо в утке и так далее. Понимаете? И соответственно, когда вы находитесь на территории Казани, вы одновременно находитесь на территории двух государств. Это Татарстан и это Россия. А какое, и у тех, и у других есть правила, а какие важнее? Надо смотреть в Конституции. Есть моменты, которые может решать только федерация. Есть моменты, которые они обязаны решать совместно. Это написано в Конституции. Если есть какой-то вопрос, и вы не знаете, кто его решает, и он не указан в Конституции как федеральный исключительно, как совместный, то его решает исключительно власти региона, сам регион. Все это вы можете посмотреть по праву. Внимательно обратите внимание, что судоустройства, прокуратура, амнистии и помилования относятся исключительно к федеральному центру. А здесь важное слово кадры. А вот кадры для этих органов совместно. Что это значит? Смотрите. Судьи. Суды на всей территории только российские. Нет суда Республики Татарстан. Есть суд России по Республике Татарстан, потому что право, оно единое у нас. Там нет суда города Казани. Есть суд России по городу Казани. Но вот служат в нем судьи из города Казани в том числе. То есть вот кадры, это люди физически работают там, но служат они в федеральной системе. Прокуратура. У нас единая прокуратура тоже. МВД у нас тоже единая. Но вот кадры для этих органов, кадры для судебных и правоохранительных органов могут быть местные. А вот адвокатуры и нотариат комплектуются полностью регионами самостоятельно. Вот эти моменты, обратите на них внимание. Вы скажете, голова идет кругом, взрывается и так далее. Да просто решите домашку. Да просто порешайте эти задания. И вы на мышечной памяти запомните это все. Я вам предлагаю просто способ, как это попробовать понять. В чем там есть смысл, да? Мировое пространство. Но очевидно, у нас регионы сами не должны ни с кем договариваться напрямую. У нас все делает единый федеральный центр. Там могут быть какие-то небольшие свои договоры. Там, например, в Республике Татарстан есть напрямую договоры какие-то с Турцией. Потому что татары, это тюрки, им напрямую договариваться с турками в чем-то даже выгоднее и быстрее. Но по вопросам локальным, типа давайте построим в Казани больницу вместе. И давайте в Казани построим отель русско-турецкий, татаро-турецкий. Все. То есть не глобальный, не супер важный политический вопрос. Все остальные, конечно же, решает федеральное правительство у нас. Ну и дополнительно последние пару пунктов. Вот. Также есть шпаргалка, что находится по ключевым словам. Вот вы когда порешаете много заданий, вы запомните эти штуки. Вот действительно, вот эта шпаргалка, кстати, офигенная. Вот эти слова слышите, значит, это ведение РФ. Вот эти слова слышите, значит, это совместное ведение. Вот и все. Теперь глава государства. В чем особенность главы государства? Опять же, я не буду слишком подробно конкретизировать. Главное, посмотрите эти моменты после того, как почитали Конституцию. В чем прикол ДЭС? Смотрите, у нас есть органы государственной власти. Глава государства, он является, его особенностью в том, что он один человек. У нас все государство, это все органы коллегиальные. Правительство, это собрание министров. Парламент, это собрание депутатов. Суды, верховные суды, они тоже коллегиальные. Там сидят коллеги. А глава государства, он не орган, он человек один. Понимаете? На нем ответственность поэтому больше. Он решает какие-то моменты. Там, где органы, там, где бюрократия, там, где правила дают сбой, решает личное мнение президента. Это конкретный глава, голова в прямом смысле, государство. Он не делает ничего руками. Глава государства, он реально голова. Он дает команду рукам-ногам. То есть, вот он прям главная, вот нервная такая, центр принятия решений. Он определяет направление развития политики. Принимает решения, там, принимает какие-то важные штуки. Если кто-то ссорится внутри государства, в плане того, что никто не понимает, кто за что отвечает. Он это разбирает, решает. Он ручками непосредственно ничего не делает. Понимаете? Он не исправляет экономику. Он не строит плотину. Он не выдает зарплату. Он не находит деньги, не собирает налоги. Он придумывает общие правила и следит за тем, чтобы все работало и определяет направление развития. Потому что он один конкретный человек. Парламент это делать не может, потому что там куча людей. Они могут друг с другом не договориться. Вот и все. Это лицо благо... Ну, когда говорят, что Россия поехала на какое-то мероприятие, да? Не 140 миллионов россиян поехали, а один человек россиянин, который представляет всех остальных. Вторая особенность президента, да? То есть первая особенность, он один. Это реально, кроме шуток, свойство важное для президента, что это орган государственной власти, который представлен только одним лицом. Второй момент. За него голосовали. За него голосовали. Его избрали. Он легитимен. Легитимен, то есть он законный в глазах людей, потому что они его выбрали, и поэтому он реально может ехать там на какой-нибудь саммит, на какое-нибудь международное мероприятие и говорить, мы россияне против того, чтобы там в Арктике размещались военные базы. Мы россияне, и я, как их представитель, говорю о том, что мы за то, чтобы в космосе построить еще одну международную станцию. Мы россияне, да, за то, чтобы там прокопать новый туннель на планете Земля. Понимаете? И вы скажете, типа, а как это он решает за всех? Он же один. Он что, знает, что ли, как все думают? Он в мыслях всех людей сидит? Нет. Вспоминайте уроки по политике. В этом смысл представительства, представительной демократии. Все сходили на избирательные участки, отдали свои голоса, выбрали его, и он говорит, от большинства. А у нас правление большинства. В этом особенность демократии, да? Что президент говорит не от себя, не как ему кажется. Ну, вернее, так. Он говорит, как ему кажется, но его, кажется, доверяют остальные люди, проголосовавшие за него. Иначе он бы не был бы главой государства, поэтому он и глава государства. Поэтому он и может придумывать важные такие штуки. Он определяет основные направления политики, внутренние и внешние. Он говорит, с кем мы дружим, с кем не дружим, на что мы соотачиваемся и так далее. Всегда же есть дефицит денег. У нас есть 100 рублей, а расходов там на 200. На что мы потратим в первую очередь? Вот такие вещи, говорит президент. Является гарантом конституции. Какие у него направления полномочий? То есть, где он должен решать вопросы? Вот все эти направления. В международных отношениях он руководит внешней политикой, ведет переговоры с другими главами государств, вправе подписывать документы от имени России. По правам и свободам он является гарантом конституции, решает вопросы гражданства и решает непосредственно предоставлять кому-то политическое убежище или нет. Он осуществляет помилование, Госдума, Амнистия, АОН помилование, и он награждает государственными наградами от имени России и так далее. Сфера безопасности. Формирует и возглавляет Совет Безопасности, утверждает военную доктрину. Но военная доктрина это типа, с кем мы предполагаем воевать. Это важно, потому что, грубо говоря, там есть условно самолеты, которые могут долететь куда угодно, а есть пехота. И вот в рамках России это особенно важно. У нас же огромная страна. Мы с кем предполагаем, вот если начнется война, просто какая-то, да, ну там будут вторгаться на территорию России. Это скорее кто сделает, Китай или Финляндия, например. А если что, карта России, она же вот такая вот. Вот здесь вот Финляндия, вот здесь Китай. Понимаете, и вот военная доктрина, она как раз таки говорит, мы с какой стороны будем в первую очередь ожидать атаки. Значит, мы где, скорее всего, строим военные базы вот с домами, где будут жить пехотинцы, солдаты. Потому что они не успеют за сутки вот сюда перебраться. Это самолеты летают 10 часов, а куча людей же поедут на поездах, а это же 3-4 дня, а атаку же нужно отбивать моментально. Понимаете? То есть вот президент как раз таки, понятно, что он не военный эксперт, да, он предполагает исследовать международные обстоятельства, и своих личных предпочтений, предубеждений тоже, да. И он является верховным главнокомандующим, назначает, освобождает высшее командование, вводит военное положение и так далее. Какие у него есть еще полномочия? Обеспечивает согласованное функционирование органов власти, то есть он их мирит, если они ссорятся, проводит согласительные процедуры для преодоления кризисов и споров, назначает референдум, подписывает, обнародует законы, формирует Совет России, награждает органами и так далее. Кстати, реально вот эта штука, она реально работает, действительно очень важна. То есть президент реально, он старший в доме, грубо говоря. К нему, вот если два органа поссорились, там, я не знаю, Министерство здравоохранения, допустим, да, и Министерство образования, Министерство просвещения. И вот они спорят, кому важнее в этом году выделить деньги. Здравоохранение говорит, ну, не будет здоровья, нафиг вам образование. Образование говорит, не будет у вас знаний, вы ее на здоровье забьете. Поэтому надо потратить себе бабки на образование. Они тебе говорят, нет, идут по председателю правительства, он их разрешить не может, послушал аргумент, он говорит, слушайте, и те, и те правы, и то, и то решение важно. На ком вся ответственность? На президенте. Звоним президенту, спросим у него. Решайте сами, сокращаем 500 учителей или 500 врачей. Все, а президенту уже некуда перекинуть вопрос ответственности, понимаете? Премьер-министр, когда к нему приходят два министра, он еще может сказать, типа, нет, что-то мне, если честно, не хватает решимости принять такое решение. Кого я сокращу, там, 50 тысяч учителей или 50 тысяч врачей? Давайте позвоним президенту и его спросим мнение. Вот, то есть в конечном итоге вот это вот важная штука. Он, грубо говоря, генеральный директор. Ну и, соответственно, полномочия президента по отношению к другим органам. По отношению к правительству он его практически возглавляет уже, назначает председателя правительства, освобождает его от должности, утверждает структуру органов власти, принимает решения об отставке, принимает отставку главы правительства и министров, назначает на должность его заместителей и так далее. Но тут еще есть как бы Государственная Дума, то есть они немножечко напополам. В первую очередь, конечно же, президент уже решает все в исполнительной власти, в правительстве. Но советуясь с Госдумой. По отношению к Думе он назначает ее выборы, распускает ее. Он может носить законопроекты, как и министерство, кстати, как и другие депутаты. Назначает на должность зампредседателя счетной палаты и половина от общего числа аудиторов. И представляет Госдуме кандидатуру и вносит предложение, кто должен быть главой Центрального банка. По отношению к Совету Федерации он тоже назначает их выборы и может их распускать. Представляет Совета Федерации кандидатуру для назначения должность председателя счетной палаты и половина от общего числа ее аудиторов. А еще, кстати, он отправляет своих делегатов в Совет Федерации. По отношению к судебной власти. Представляет Совету Федерации кандидатуры, назначает председателя, назначает и освобождает от должности прокурора. Вот это все нужно будет просто запомнить. Есть вопросы, как это запомнить, да просто надо много прорешать и почитать это в Конституции. То есть, что я вам это прочитаю сам, что вы сами прочитаете, разницы никакой, ребят. Вот это просто выдержки, прям цитаты прямые из Конституции. Как это запомнить, да просто порешать. То есть, вот это, прямо вам говорю, никак не запомнить, это надо выучить. Есть статьи, которые нужно просто выучить. И все. Требование кандидата на должность президента избирается на 6 лет, не моложе 35 лет, из которых 25 прожил на территории России. Нужно приносить присягу, чтобы приступить к полномочиям. Не иметь и не имел раньше гражданства другой страны. Одно и то же лицо не может занимать должность президента более двух сроков. Это мы обсуждали на первом уроке в самом начале. Прекращает свои полномочия в случае окончания, отставки, стойкой непособности и отрешения импичмента. И так далее. Смотрите, ребят, я вам все это объясняю, потому что, ну вот так вот быстро пробегаем, потому что мы у нас не общество знания, а у нас курс подготовки к ОГЭ. И вот с точки зрения общества знания, в школе, я надеюсь, я потратил бы 4-5 уроков на конституцию, чтобы все это подробно объяснять, почему так, вот что означает каждый из этих конкретных слов. В чем отличается окончание срока от отставки. Были ли примеры, чем они различаются и так далее. Для ОГЭ вам нужно просто тупо выучить. То есть конкретные статьи в конституции, но вот я вам прямо говорю, хотите сдать на пятерку, вам нужно просто их выучить, потому что у нас нет ни времени, да это и не нужно для экзамена. Для общего развития, для знания, конечно, нужно это все понимать. И может быть, я отдельно запишу просто курс по конституции, зачем какие-то слова там включены, как это работает, как юрист, да, но как репетитор, именно человек, тренирующий вас сдать экзамен на 5, я вам прямо говорю, понимать это, к сожалению, для того, чтобы сдать экзамен, не нужно. Но вот так вот прямо. Субтитры создавал DimaTorzok